По поводу именно, так сказать, общей цели, которая есть у мусульманских стран, именно Ирана и Саудовской Аравии. Сейчас это самая большая проблема, это проблема Палестины. В этом связи вопрос в том, что возможно ли единение целей между Ираном и Саудовской Аравией, и к чему это может привести, и к какой негатив или позитив оно будет нести именно мировому миропорядку в этом регионе? Здесь есть одна глобальная вещь. Во-первых, она называется разница между генетиками. Дело в том, что Израиль и Саудовская Аравия или Аравский мир это народы-семиты, а не братья. Они произошли от одного отца, но разных матерей, если посмотреть в религиозные книги. И здесь, например, я хочу привести пример, когда проводились переговоры в Египте, Турция предложила свои услуги, военные услуги, мы назовем так, войти в Палестину, стать щитом между Израилем и палестинцами и обеспечить силой, обеспечить порядок и закон. Египет, Саудовская Аравия, Палестин отказались. Причем они считают, что их внутриарабское дело. Мы не должны забывать, что враги ислама все время подливали масло в огонь и, знаете, они воспитывали в арабах арабский национализм. Это первая главная проблема. Уже потом на второй этап уходит масхаб, то есть суннит, шиит, салафит и так далее. Я думаю, что вот эта попытка господина Раиси покойного при посредничестве Китая об объединении и примирении Саудовской Аравии и выработке единой концепции в вопросе Палестины, то это первый хороший или, так скажем, здоровый шаг, где Иран не является актором по присутствию на земле в Палестине, но считает, что, значит, в их понимании, я цитирую иранские официальные лица, Израиль должен быть стерт с лица земли, потому что он при внешних модераторах захватил Палестинские земли и проводит этнический чисткий геноцид. Исходя из этой концепции, есть общая площадка, где объединяются персы или ираноязычные народы. Это не только персы, это, например, курды, это, например, таджики, это, например, таты-мусульмане и многие-многие другие. Есть тюрки или турки, суниты, есть тюрки, ну, так скажем, по происхождению турки, тюрки или огузские тюрки тоже выступают за Палестину, хотя у них всегда были очень хорошие отношения с иудеями, которые жили или живут внутри их территорий. Просто там тоже есть разграничения, есть евреи Сефарды, есть евреи Ашкенази. К сожалению, радикальная форма, значит, проведения политики в израильском государстве проводят евреи Ашкенази. Это в основном выходцы из России, Белоруссии и Украины. И в истории, как говорил, значит, ученый-историк Михаил Финкель, евреи Ашкенази – это евреи немецкие, германские, а их или называют евреями Ватикана. Сефарды же, они жили среди мусульман, бухарские евреи, испанские евреи, евреи из Азербайджана. Они более, то есть, менее агрессивны и более склонны к пониманию исламского мира и совместной жизни, понимаете? Поэтому в израильском обществе тоже не все однородно. И вот исходя из того, что вы сказали, я думаю, что когда приходит цунами, приходится и саудитам, и иранской администрации, и турецкой администрации откладывать все свои внутренние противоречия в песочнице и выступать с единой позицией в защиту интересов Палестины. Я считаю, что это имеет стратегическое значение, хотя американцы пытаются купить лояльность саудитов предоставлением им, например, атомной технологии производства, предоставлением их экономических преференций, предоставлением их, например, совместного производства или продажи высокотехнологических видов вооружения и так далее, и так далее. Но мы же видим в заявлении администрации президента Байдена, что с аудитами мы все решили. Остается один вопрос. Он связан с признанием государства Палестина. Поэтому я думаю, что это в хорошем понимании, очень хороший прецедент для мирового сообщества, не только для Палестины, что решение ООН не сегодняшнее, где оно практически превратилось в клуб по интересам. А в 1967 году, когда работали еще старые договоренности, было признано и принято решение о создании двух государств. Палестины и Израиля. К сожалению, модераторы мирового порядка всегда использовали Израиль, ведь они же поступят с ними так же, как с Украиной. Я абсолютно в этом убежден. И я считаю, что не те, которые у руля Израиля, а те, которые там живут, простые евреи, им придется пройти еще одну тяжелую историю в своей судьбе. Они использовали Израиль как ледокол. Вы послушайте, у меня на телеграм-канале есть выступление, значит, господина Кеннеди, кандидата в президенты. И он открытым текстом сказал, что Израиль для нас это военный флот в сердце исламского мира. Это ледокол, который добывает нам нефть, газ и так далее, энергетическое сырье. Если там не будет Израиля, обязательно этот регион захватит Россия и Китай. Американцы на это смотрят так. Но мы должны тогда понять, а почему Китай? А почему Россия? Вот вчерашнее голосование в Совете Безопасности ООН о признании Серебряницы геноцидом со стороны, значит, сербов. Это ведь первый прецедент. То есть любые преступления сейчас они обхаживают Натаньяху, сейчас его отгораживают от всяких судебных преследований. Почему? Он выполняет их план. Но мы увидим, когда дети нынешних руководителей и граждан Израиля через 10, 20, 30 лет пройдут через то, что проходят сейчас дети сербов, которые делали геноцид серебряницей. Поэтому это очень страшная судьба. Я думаю, что происходит на ключевых позициях объединение всех сил. Это не только саудиты и иранцы. Давайте посмотрим Испанию. Она признала Палестину. Давайте посмотрим Ирландию. Она признала Палестину. Давайте посмотрим на, значит, я ошибусь, может быть, со страной Норвегию. То есть мы видим, что происходит смена политической парадигмы мышления не только в исламском мире, но и во всем мире. И в том числе в странах, которые выступали, значит, вот, например, Испания, как страна колонизаторов. Страна, в которой были изгнаны мусульманы из Андалусии. То есть мусульманы стран Магриба. Она выступает за признание Палестины. То есть со временем приходится возвращаться. Это не желание Испании угодить палестинцам. Вопрос стоит о будущем самой Испании. О будущем мирового порядка. То есть как вы реагируете на мировой порядок с вашей точки зрения. Я имею в виду, что точка зрения ваша оформляется на основе, вернусь к Святым Писаниям. Как вы к ним относитесь, так к вам относится история. Это вопрос времени. И я думаю, что сближение по вопросу цунами, как у нас, людей, которые стали жертвами армяно-российской агрессии в Карабахе. Сегодня я выступаю за позицию, что необходимо остановить войну против православных. То это вопрос про большое цунами. Это не вопрос про то, что я, условно говоря, не знаю, что сделала Россия с армянами в Ходжилы. Там 36-й полк был российский, ну, советский, потом российский, который просто установил геноцид азербайджанского народа. Я это не забываю. Но вопрос сейчас стоит выше. Выше мы все погибнем? Или мне нужно все время бегать, что русские нехорошие? Нет. Вопрос стоит о другом. Мы все растем в плане сознания. И приходит понимание, что наша песочница начинает заканчиваться, когда к нам домой идет большая война, где и плохиш, и хороший, и вредный. Мы все погибнем. Поэтому нас же Аллах создал для чего? Для того, чтобы мы были едины и могли противостоять, будем так называть, злым силам. Поэтому сейчас необходимо по святым писаниям, где православные и мусульмане в вопросе мечети Алякса или третьего храма едины, то есть необходимо нам объединяться для того, чтобы избежать большой трагедии для человечества. Потому что это не только что уничтожат православие, а затем мусульман. Так в этой войне погибнут еще те, кто эту войну начинают. То есть их народы. Поэтому это убийство всего человечества. В этом опасность.